На портал XGED поступил вопрос. Как относиться к федохозаветным заповедям христианину? Ну, знаете, заповедь «Не убей» для нас тоже актуальна. «Не укради», «Не желай жены ближнего своего осла», «Вала», в данном случае машины, дачи, квартиры, о том, что надо чтить единого Бога. Это все, эти вещи, все для нас актуальны. Это «Деколог», «Десять заповедей», «Почитание родителей». Это очень сейчас важный заповедь для современных христиан. Поэтому, да, к этим заповедям надо относиться серьезно, их исполнять. Потому что, если мы уж не исполняем их, куда нам до новозаветных заповедей? Хотя, чтобы их исполнить, требуется любовь. А любовь – это уже, конечно, не Ветхий Завет, не только Ветхий Завет, но в большей степени Новый Завет. Но эти заповеди существуют потому, что проявили любви. Только на таких конкретных, вполне практических случаях. Да, конечно, вот заповеди Ветхого Завета о принесении там всякого козла отпущения, там какой-то телиц, коровы там, то или иное, да, осенние жертвы, конечно, все эти жертвы, они уже отпали. То есть, это обрядовая часть Ветхого Завета, она отпала, естественно. Потому что зачем, например, носить корову, которой есть образ жертвы Христовой, да, когда у нас есть уже Христос, который принес свою жертву, жертву себя сам принес, да, ради спасения чеческого рода, да, и у нас есть бескровная жертва, кровь Христова, причастие, нам другие жертвы не нужны. Все остальное – это в лучшем случае некий блеклый образ по сравнению с тем, что мы сейчас имеем. Это все отпало. Но вот заповеди о, так сказать, послушании, о, чтобы мы не завидовали и так далее, это, ну, как Христин без этого может быть? Если он это не исполняет, то его Христину уже назвать нельзя. Поэтому и Ветхий Завет, чем еще он, наверное, осценен? То, что он показывает, это единственная книга на самом деле, показывает промысл Божий в истории, в истории, ну, конкретного народа, ветхозаветных евреев, тем не менее, эти промыслы Божии, это очень ценно. У нас нет другой такой книги, где бы вот показан промысл Божий в истории на протяжении там практически тысячи, даже больше, чем тысячи лет. И вот, читая Ветхий Завет, мы можем понять, как история идет и сейчас, как Бог подходит к истории, пусть это другое время, другое, так сказать, другое, ну, народы уже, так сказать, другие, древние евреи, там, русские, там, англичане, американцы, там, еще кто-то. Вот не все равно, эти подходы Бога к истории, они же неизменны. И что Бог ставит целью в истории. Это очень ценно. Почему Ветхий Завет хорошо читать? Вот не обрядовую часть, а, так сказать, другие части особенно. Видно, как за грехи народа Бог наказывает весь народ. Вот где мы это можем прочитать до подлинга? В Ветхий Завете это видно. Со многими примерами. Кстати, которые, кстати, подтверждаются и светской историей. Просто светская история, она так по-внешнему идет, а здесь вот это внутреннее духовный подоплек, она здесь скрыта, показана. Вот, и поэтому можем, опираясь на Ветхий Завет, размышлять о современной истории, что надо делать, чтобы в этой истории не сгинуть как народ. Это важно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok